Всем привет, друзья! Рада вас видеть на своём канале. Сегодняшнее видео будет посвящено доставке продуктов из магазина Ашан. Да, я впервые, я очень древний человек, я впервые заказала себе наконец-таки доставку. Я посчитала, что гораздо выгоднее, чтобы продукты принесли мне, чем собираться в субботу, в воскресенье, тратить большое количество времени на поход. К тому же машина находится у нас очень далеко. И времени вместе, наверное, с поездкой, дорогой, с прогулкой по магазину, потом обратно на себе издалека тащить эти сумки занимает очень много времени. И никаких приятных эмоций я от этого не получаю. Поход в магазин становится вынужденной мерой. Плюс суббота-воскресенье — это время, которое хочется потратить на себя. И лучше прочитать книгу или где-то прогуляться, куда-то съездить на природу. А терять время на поход в магазин уже как-то совсем не хочется. Сначала начнём с обзора продуктов. Я поделюсь с вами ценами, расскажу, какие продукты я заказала. А потом перейдём непосредственно к той истории, и расскажу вам, как прошла моя первая доставка и что же пошло не так. Заказ я сделала накануне, вечером, в пятницу, в субботу, с 9 до 11 должна была быть доставка. И получается, доставка стоит 199 рублей, минимальная сумма заказа — 1500. И максимальный вес — 40 килограмм. Заказ был не очень большой, вес его был 5 килограмм 560 граммов. Общая сумма вместе с доставкой — 2281 рубль. Цены я все внизу подпишу. Взяла ролл пшеничный, сделать с сыром всякие закуски, хлеб половинку, губки для уборки, сразу 5 штук в наборе, мою любимую шоколадку «Ритер Спорт», я её уже показывала в своих обзорах, кунжут, масло простоквашено, 82% было по акции. Сахар мы покупаем примерно раз в полгода, и вот настала его очередь. Также взяла маринованный имбирь, творожный сыр, альмета с зеленью, на бутерброды, роллы, две металлические губки, иногда нужно что-то сильно потереть, соевый соус, губку для чистки обуви, майоран, орегано. И яйца довольно-таки крупная, отборная категория. Ну, у меня закончились пакеты для завтрака обычные, здесь 100 штук. Пока складывала онлайн продукты в корзину, увидела такую рыбку. Первый раз вижу эту фирму, это форель, хотя форель я не очень люблю. В составе у этой рыбы только сама форель и соль, больше никаких добавок нет. Очень круто, очень вкусно, всем советую. И также взяла морской коктейль в масле. Перчатки, отруби овсяные на завтрак как раз закончились, дрожжи, чтобы печь хлеб, корица и приправа для плова, стандартная была по акции. Ну и лоток со свежим шпинатом. Еще две пачки чая, зеленый и черный. Конечно, хочется сказать отдельное спасибо Ашану за то, что они упаковывают продукты по категориям. То есть не все продукты скинуты в один пакет, и там что-то побилось. То есть молочные продукты, они в отдельном полиэтиленовом пакетике, там какие-то зелень в отдельном пакетике, рыба в отдельном. Все чистенько, аккуратненько, даже яйца доехали, ничего с ним не случилось, все прекрасно. Но все-таки в этой прекрасной истории есть недостатки, огромные недостатки. Когда мне занесли продукты, я была счастлива, что не пришлось их тащить на себя. Но меня почему-то, когда я начала снимать видео, разложила все продукты на столе, мне показалось, что каких-то продуктов все-таки не хватает. Как будто бы это чувство меня не покидало, и я решила сверить продукты, которые мне привезли, с продуктами из чека. И получилось так, что мне не довезли две дорогих позиции в моем чеке. Это филе грудки куриное и филе индейки. Я тут же сразу нашла телефон оператора, который мне звонил и уточнял какие-то детали заказа. На что мне сказали, как такое возможно, мы точно помним, мы точно их складывали. Я помню, как я на дно пакета своими руками положила ваше мясо. Такого просто не может быть. Но мы обязательно разберемся и перезвоним вам в кратчайшие сроки. Ладно, окей. Решила я подождать час. Пока я ждала, я нашла еще два несоответствия. Хлеб, который я заказывала, должен был выглядеть вот так вот. А хлеб, который мне привезли, выглядит вот так вот. Я считаю, что это колоссальная разница. К тому же состав у хлеба с сайта и состав хлеба, который мне привезли, они отличались. В одном дрожжи присутствовали, в другом нет. И плюс мука должна была быть обзирная, ржаная. А здесь такой муки в составе вообще нет. Дальше я выбирала имбирь, так как собиралась делать роллы. И выбирала, чтобы в состав был как можно меньше, чтобы в составе было как можно больше натуральных продуктов, не было всяких химозных добавок. И я нашла такой имбирь, я была несказанно рада. Кстати, он был дороже других представленных на сайте. Я подумала, вау, как классно, я нашла идеальный имбирь. Но мое счастье длилось недолго. В имбире, который мне привезли, состав был ординально другим. И в составе присутствовали все добавки, которых я так не хотела, в том числе и глютанат натрия. Прошел час, мне так никто и не позвонил. Я решила напомнить о себе, позвонила сама. На что мне сказали, что пока они не разобрались, такое ощущение было, как будто девочка слышит меня впервые, и сказала, что через минуту, через минуту мы вам перезвоним, ждите. Естественно, прошла минута 5, 10, 20, 30, никто так и не позвонил. Я решила позвонить на горячую линию сама. Меня соединили опять-таки с этими же сотрудниками магазина, которые собирали мой заказ. Я им по третьему кругу все объяснила, и мне сказали, что они разберутся, что они написали в какую-то там программу все мои недовольства, и ждите по срокам непонятно. Я говорю, ну, сколько мне ждать? Месяц, год, два года, три? Вообще, стоит ли ждать? На что мне сказали, что сегодня они обязательно разберутся, а информацию по несоответствию на сайте, ну, к сожалению, артикул совпадает, а то, что картинка и состав не совпадают, ну, видимо, это не важно. Я не стала настаивать, у меня не было времени, очень много работы было на тот момент. Я подумала, бог да с ним, слава богу, аллергии на дрожжи у меня нет, и я это как бы переживу. По поводу мяса, опять-таки, обещали разобраться в течение дня и перезвонить. Не прошло и пяти минут, звонок мне все же поступил, и мне сказали, что приносим вам свои извинения, мясо мы нашли, и сейчас отправим вам его повторно. Все-таки эта неприятная ситуация дала какой-то такой осадочек, я не знаю, буду ли я заказывать еще раз доставку, похоже, для нашей страны это еще что-то новое и неизведанное, и мы еще долго будем притираться к этой новой системе. Возможно, никто и не пытался украсть мои продукты, возможно, это просто человеческий фактор, да, но ситуация неприятная. Сама по себе услуга очень удобная, очень удобно, что не нужно тащить огромные пакеты домой, издалека, на себе, и плюс экономия времени, конечно, колоссальная. Наверное, я буду еще заказывать продукты, но уже не знаю, в каком магазине. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего настроения, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok